Хей, друзья, всем привет! С вами Светловка, ВК-фест, второй день. Это уже второй ролик, если вы не смотрели первый, все бегом смотреть. Первый там мы обмениваем с банки Аризоны на какой-то крутой товар, а какой вы можете узнать в ролике. Поэтому по паскарточке бегом смотреть этот ролик, он очень интересный получился. А сейчас мы устроим гостям ВК-феста квиз, за которым мы будем выдавать прекрасные сладости, напитки и так далее. Внимание, друзья, на наши прекрасные наклейки, Светловка, если вы не поняли. Поэтому, друзья, сейчас мы отправимся, найдем людей, будем их опрашивать и выдавать за правильные ответы вкусные сладости. Погнали! Пойдемте спрашивать людей. Никита. Никита, очень приятно. Елизавета. Елизавета. Арина. Тася. Тася, очень приятно. Меня зовут Валида. Я Юля. Юля, очень приятно. А мы магазин Светловка. Это сладости со всего мира. Итак, вопрос первый звучит следующим образом. Молочный шоколад был изобретен, когда обычный шоколад, горький, смешали с сливки, со сгущенкой или со сметаной. Как вы думаете? Сметана. Так. Как вы думаете? Сливки. Сгущенка. Со сгущенкой. Ну, сливки самое очевидное, но, наверное, здесь какой-то подвох. Поэтому. Поэтому. Со сгущенкой. Давайте мы на вторую попытку дадим. Мне кажется, сливки. Мне тоже так кажется. И третью попытку мы вам дадим. Сгущенка. И правильный ответ со сгущенкой. Действительно. Действительно. Действительно, со сгущенным молоком. Это правильный ответ, поэтому мы вам дарим сладость. Спасибо. Две кислые конфеты. Не шоколадку, конечно, но вот такие кислые конфетки как раз вам на двоих. Тут две вот такие конфетки. Спасибо большое. Они кислые. Как вы думаете, кто изобрел молочный шоколад? Генри Несле. Соответственно, бренд Несле. Вилли Вонко. Тот самый. Или Феррера Роше. Молочного? Да, молочного. А, молочного? Первый какой? Генри Несле. Несле. Это бренд Несле. Мне кажется, второй. Второй Вилли Вонко. Третий Феррера Роше. Феррера Роше. Феррера Роше? Юля. Как вы думаете? Нет. Нет? Так, тогда Феррера Роше. Феррера Роше? Это неправильно. Феррера Роше, но никак не будет соответствовать. А, нет, поди. Если соотносительно молочному шоколаду, то мне кажется, Феррера Роше. Так, это думаю, Несле. Давайте мы, вы нам подыграете, типа, как будто вы другой ответ ответили. Вы скажете, Несле, мы ведь куда. Несле. Правда? Это правильный ответ. Мы вам дарим вот такое вот желе. Обожаю. Это с лаймом Юдзо, очень вкусное. Японское желе. Действительно, Несле правильный ответ. Да, ты кого? Держи тебе. Азиана, она без сахара, держите. Забирайте. Это вам. Итак, в США на производство молочного шоколада каждый день расходуется определенное количество тонн молока. Как вы думаете, сколько тонн? Три варианта ответа. 450 тонн. 780 тонн. Или полторы тысячи тонн. 700 с чем? 780. Мне кажется, я думаю, 700. 1000. 1500. 1500. Да. Полторы тысячи. Полторы. Каждый день. Американцы очень любят сладкое полторы тысячи. Правильно, полторы тысячи. Это просто, я шокирую. Правильный ответ, 1500. Вам мы выдаем вот такую водичку. Это правильный ответ. И мы дарим вам еще сладости. Держите. Вам дарим еще таких конфет кислых. Спасибо вам. Хорошего дня. Хорошего настроения. Спасибо. Хорошего настроения. Дальше пять. Друзья, первый вопрос звучит следующим образом. Сейчас я вам продемонстрирую картинку. Существует некий такой продукт, который добавляется в какое-то блюдо. Ну, является компонентом какого-то блюда. Да, может быть, вы нам расскажете, мы вам сейчас покажем фотографию. Выглядит это вот таким образом. Как вы думаете, что это такое, где это едят и, возможно, в какое блюдо добавляют? Может быть, что-то видели или слышали про это. А если вы ответите, что же это такое, где это используется, в каком блюде, то мы зачитаем вам правильный ответ. Это что-то японское? Правда, это имбирь. Какие-нибудь рыбные палочки. Куда же добавляют вот такой продукт? Его вот так вот нарезают, кругляшками, колечками некими. И добавляют в какой-то продукт как украшение. Это вот такие... Это рыбомясо. Так... Используется она, добавляется в лапше... Это сладость. А, сладость? Так, нет, вы не забиваете правильно, у девушки говорится. Используется в лапшу, добавляется в холго, куда угодно, азиатская. Правильно, да. Салаты, коки, лапша. Лапшу, лапшу. Правильно, действительно, добавляют этот продукт в рамен как украшение. Это называется Наруто Маки. Вы могли знать по сериалу Наруто, аниме, если кто-то смотрел. Ну, действительно, это правильный ответ. Мы вам подарим вот такую штучку. Пожалуйста. Это кислые конфеты. Мы вам вот такую штучку, мем. И тут две конфетки, они кислые. Знаете ли вы, что такое мороженое моти? Японское мороженое моти, которое обернуто в рисовое тесто, а внутри там пломбир. Это мороженое, оно обладает очень, как бы, древней историей. То есть, очень давно оно было придумано. Вопрос заключается в том, когда именно придумали... Тут не будет точной даты. Тут будет четыре варианта ответа. Тысячу лет до нашей эры. Пятьсот лет до нашей эры. Триста лет до нашей эры. Или в шестьсот девяносто пятом году уже нашей эры. Довольно давно это было, да. Упоминания даже в древних летописях находились. Четвертый вариант, который в шестьсот девяносто пятом году. В шестьсот девяносто пятом году нашей эры. Скорее всего, если он давно появился. Пятьсот? Триста. Триста. Ну, в целом да. Мы засчитываем ответ триста лет до нашей эры, потому что это правильный ответ. Действительно, триста лет до нашей эры это желе со вкусом лайма-юдзу, как раз японское. Это вам. Держите. Спасибо. Мы дарим вам желе вот такое вот. Это японское желе со вкусом лайма-юдзу. Есть такой известный батончик сладкий, который называется Сникерс. Вы когда-нибудь задумывались, почему он назван Сникерс? Может быть, вы знаете. Этот батончик был назван в честь животного, любимого животного, создателя этого батончика. Как вы думаете, в честь какого животного был назван, соответственно, батончик Сникерс? В честь собаки, в честь лошади, в честь кошки или в честь пингвина? Собаки. Да, я тоже думаю, что это собака. Оказывается, правильный ответ это лошадь. Спасибо вам большое. Хорошего вам настроения. И удачи. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего настроения вам. Спасибо. 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 Спасибо.